Теперь, следующая тема, даю эти самые, как бы сказать так, в общем, теперь я почти как бы на полист, соревноваться со мной ни один ученый не стал, вот, единственный это Минский институт, Селябинское госуниверситет, значит, один из ведущих специалистов, Маулин, он ограничил себя специально только маджурсами, точка, а здесь получилось так, я хочу вот этим плодам, а они не имеют аналогов вообще в мире, а раз не имеют аналогов, я присваиваю имена собственные, вот, например, супер абрикос железного, теперь имею ли я право, формального права я не имею, я наглый, я бредный, я обнагрел, вы за эти годы ко мне обратились, меня, вы просите, я обрадуюсь, пнули носом, то, что у меня Железова и его друзей, ну, знаете, мои друзья, это уникальные садоводы, пересесляют, уже столько раз пересеслял, часть из них уже на том свете, чуть ли не больше половины, вот, нет в Википедии, ну, ничего, проживем, если у народа была, потом, значит, нет сортов Железова, после Википедии, да, нету, нету, значит, сегодня мой разговор с Савидич, вот с этой дамой, вот, которую я называю дочкой, вот, она же аспирантка, она же, это, отличится и в университете, и в другом университете, везде первая, вот, может, она потом это все сделает, может быть, то есть, госсредства, а пока я должен зарегистрировать, я должен за это заплатить, а мне что, если я вот это передаю государству, может быть, вы сами как-нибудь заплатите за это, а, господа ученые, чиновники, вот, а пока я добрался на область, и так, отныне это супер-америко Железово, это чудеса невиданные, там, эти чудеса, там лешие бродят, да, вот, русалка на ветвях сидит, вот моя русалка, видели, это не все, дальше я пытался смотреть, вот эти кусочки я собрал именно с этого сорта, ой, 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 сорта образца, за слово сорта мне сразу по морде, имя право, ну, вот, сорта образец, значит, его предшественник, один из его, еще раз, тройный гидрид, один из его пап или мама, догадайся, попробуй, папа или мама, и так, Абелькосакадемик, здесь, если приглядеться, здесь, девяносто, девяносто восемь грамм с копейками, так, вы уже поняли, вот, причем, в иные годы, более 120, но я выбрал такой подарочек, чтобы сказать, не один такой, а уже такой был, видите, вот, Паина, тоже тройной гибрид, вот, и потом я когда-то буду показывать это все, почему, видите эту линейку, везде, где вы видите, там, фотографии украдены, присвоены, дальше, это предшественник, потом у меня получилось так, это фотография этого года, у меня новый фотоаппарат, я еще на нем не настроен, это, да, это фотография этого года, почему, вспоминайте, я просто раз показывал вам полный рост в месяц, это, Савинич, который у меня, по-любому, была, вот, Паина, еще вариант, я показывал, последний фильм, последний был примерно 3 дня назад, и вот эти вот, ну, они уже упали, то есть, еще вариант Фаины, тогда я сказал себе, почему никогда, вот, я не суюсь, и, наверное, желание, может быть, Савинич, может быть, еще кто-то, знаете, помру, и сразу я буду другой, а револ, появится такой, знаете, уже будет такой, это самое, оу, такой, этот самый, сияние, я такой, святой, вот, хотя, не святой, а злой, этот, барбалей, который спокойное течение садоводства, садное царство переворачил, так вот, я сейчас, нет, потом покажу еще, сколько вариантов, или сейчас, или потом, или сейчас, или потом, но это очень важно, может быть, даже я сейчас вспомню, то есть, где оно, или сейчас, или потом, вот, ну, сразу несколько проектов было, а то месяц снято, ой, я думаю, не доеду, в общем, еще 4 ванта фаины было, так, и получается так, что они привыкли к выращиванию дерева, ну, вот, чего оно такое стало, ничего, они спелые, они упали, вот, это все, разница между фотографиями, несколько дней, вот, сейчас я объясню, что я буду делать наш, и так, Ваулин решил, с культурными не связываться, с прививками не связываться, затряпывал у меня, и получил от меня тысячу консульских непривитых апрекосов, манджурских, вот, и простеньких, диких, но уже в районе Абакады, я и там постарался, вот, ну, хотел угодить, угодил, вот, правда, забыл про меня, когда, это, достижение представлял, а, от этого, ну, даже, это совместная работа, ну, так бывает, получилось, и эти, вот, полностью себя ограничил, ну, там, бал 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 повторить а он хотел закрепить они не закрепились а стали чуть другими и так разновидности и стал еще больше я хочу это пришел даже прививками невозможно сохраниться а что дальше будет пока итак на ваших глазах и третий суперсорт причем я к нему отношения не имею я только нашел червушка никогда не будет абрикос поздний пианист снова 100 граммовые плоды вот в этом году еще позже несмотря на жару я познакомил с хозяином чтобы было полное это это 85-90 я уже не волос Вот так вот. Три сорта, супер сорта. И так эти позже принесли. Далее. Значит. Получается, что... Я ладно, я много говорил про абрикосы. Вишня пока тему пропускает. Адис, я только добавлю. У меня в каталоге появится еще одна строчка. Гибрид висит через лежебенного. Вот. Ну что, умеем. Подумать, что его не это самое. Якобо не проводят. Ну вот он вкусный. Так, теперь. История с Борисом Боднером. Потому что вот этим нашим пропуститься, тебе не надо легко сказать. Вас нету, вы никто, вы, ну и без палочки. Вот, это все понятно. И гостеринствия нету. Вот. А я представляю старый, такой же писатель, старший у меня пока был жив Боднер. Вот. К нему зачастую показала Аббаканская телевидение. Причем показала подробную, подробную историю. Огромный рожай, вроде, роскошный чересик. Все это было. Про него узнали ученые. Кобили называть не буду. Вот. И защистили к нему. Выдал куточки, выдал черенки, выдал саженцы. Все, 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 все. А мы вам через несколько лет привозим что? Сертификаты. Мы в госсредство. Прошло несколько лет. Потом прошло пять лет. Потом прошло десять лет. На тот момент, когда исполнилось десять лет, да? Вот. Он уже мне рассказывал. Если я тебе, блядь, ну, я это слово не произносил, а послышал. Если эти еще приедут, я возьму. Горобляный, да как это самое. Вот. Я все жду, когда вы съезды. А у нее была такая струнка. И вы хотелось это. Почему? Ребят, последние слова были сказаны мне, когда я от него уезжал, смертельно больного человека. Я уезжал. И уже больше я не знал, что я больше не верю. Но когда я уезжал, он сказал. Мы с сыном все перевели. Меня в интернете нет. Может, он имел ввиду Википедия. Итак, выдающийся садовод, имеющийся равных, не только, но это даже как спортсмен, может быть, это самое, поднимать вес, там, 250 кг, но и не пробежит за 100 метров, за 10 секунд. Правильно? То есть, там, где он добился, вот он, я не могу лишь раз не вспомнить. Вот, ему нет равных, нету равных в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Японии, Китае, в Америке, в Абрации. Понимаете? Нету. И в Википедии его нету. И вот когда она говорит, как помните, там дословно было сказано, вас и этих самых, ну, не сказано, вас и ваших друзей, примерно так, нету в Википедии. Что это имело в виду? Это позор для нашей науки. Да, были. Да, он их все додавил, так же, как я все додавил. Помните, я рассказывал, как это, как я, давайте, вот такие ведики вручал, вот такие вот, людям, которые имели статус погоды ученых. Ну и что? То же самое. Так вот, я хочу сказать, что, еще раз, я теперь имею право, моральное право. Вот. Соренал со мной, никто не хочет, но у людей захотел, ну, заграничил себя сам, да еще с моей помощью. Не привитых абрикосов. Вот. А привитые, вот они. Вот, пожалуйста, вот привитые. Так, вот это я высказался. Это очень важно, потому что я не знаю, когда будет твоя последняя версия. Вот. А это я специально. Как это случилось? Да я бы выкупил весь цараж, если бы знал, что он сам продаст. Но он не говорит, что он свертельно болен. Я говорю. Вот, я думаю, пройдет месяц, два, три, еще встретишься. Через два, три, еще встретишься. Иди теперь эти в швете. Единственное время, мой зупер ушел, который я подарил, он ушел. По этим, по рукам не вернулся. Вот. Мои ученицу Юлию Матвееву, студентку на тот побед, купила у него там рублей за 200, по-моему. Вот эту или ту книгу. И теперь она у Матвеева есть. Включите ее. А некоторые говорят, что вообще-то раньше не стало. А где эти 200 или 300? Вот. Ну, история статья на другой была такая. Это опять в истории очень болезненная тема. Пожалуйста, послушайте. Итак. Шесть сортов. Один слипит глазами. Я ее называю молодильные яблоки. Смертельная болезнь. Во сне приснилось, что она должна выращивать яблоки и кушать яблоки. Вот. Она выращила семечек, шесть сортов. Их я коротко. Вот. Все оказались абсолютно сладкие. Я это тоже доказывал. Вы видели эти фирмы. Вот. Повторяется, неудобно. Вот. Абсолютно сладкие. И крупные. А по теории вариантов, одно такое вырастить. Это надо от тысячи до трех тысяч вырастить полносящих деревьев. Чтобы получить то животное, что у нее. Поняли? С крупностью. Уменьшилась сахаристность. Даже прибавилась. Чаще всего. Есть теории вариантов. И когда она была живая, я ей сказал, что назвала ее «Валшие облица». Почему? И осень хотела жить. Она все загадала. Чтобы вырастить яблоки невиданное и лечебное. Так вот. Если взять самую мелкую цифру, у девчонок. Одни из тысячи. Вероятность того, что она вырастила, одна из тысячи. То есть, десять семечек посадила, а у нее, а то почему одинаково. Нет ли так? Тысячь. И вот, допустим, прошептала или там просто подержала, загадала. А и тысячи. Тысячи. Тысячи, допустим, что там досладно подышали. И все такие вот. В науке никогда. Невозможно. Поэтому и говорят, одна из тысячи. У нее раз получилась одна из тысячи. Значит, со второй тысячи тоже одна. Вероятность двух – один из миллионов. Ну, кто знает вероятность. Тысяча, наверное, тысяча. Один из миллионов. Третью. Еще умножаем на тысячу. Получается миллиард. Четвертая. А дальше помните, как говорил этот прайкент-то. Один умножаем на 103, получает. У какая цифра. Вот так и тут. То есть, это случилось чудо. Я назвал в свое время селекцию наподобие нее. А я знаю только таких два волшебника. Ее и Боднера. Это мистическая селекция. Мистическая. Это уже не пересчетный метод. И даже не менталь, где можно получить что-то. Семный ген, доминантный ген. Это все здорово. Но это не тот случай. Вырастила, еще много лет прожила. Царство небесное, да еще много лет. Жила, получила уникальный. А потом, зачем я говорю? Наконец она умерла. Дочка говорит, что мне делать? Вот, соответственно, она следила за этим. Извините, я никогда. Я всегда отвечаю. Я живу где-то в интерпретаре. Я отвечу на звонок. А вот. Да, придешь, тихонечко, возьмешь деньги, уйдешь. Я пересчу на звонок. Мой любимый персонаж, которого зовут Астабендер, говорил всегда, «Деньгами надо расставаться легко и без стонок». Поехали. Очень важная тема, ребята. Вот это мистическая селекция. То есть, дочка и Ольга после смерти мамы позвонила мне, что мне делать? Вот. Такое богатство пропадает. Помогите. Такой же точно разговор, такой же фильм. И она получает звонок из Селервинска. Вот. И я не буду фамилию называть. Я всех знаю. Всех. Я там был своим родив. Сказал, я приеду к вам насчет этих самых уникальных шестисотов. Вот. И приехал к ней в соседнюю область. Вот. И говорит, «Слушайте дальше, дайте нам мы нарежем селекон. Мы соберем урожай. Вот. А потом, может быть, через много лет или нет, то есть, он не верстит много лет. Мы не можем... А, не так. Мы не можем купить. Я от ее имени сказал. Уж сообщил громко всем. От ее имени. Вот. Когда-то Татьяна, ее мама Татьяна Александровна сказала, «Помогите продать шорта». Ну, вы понимаете, когда у людей нет ни одной лишней копейки, а они владеют то, что стоят не миллионы рублей, вот эти шесты. Нет, не миллионы. Разве можно и так много? Нет. Миллионы долларов. Вот что она добилась. Вот. Сколько, говорит, мне снегово это? Если вдруг... Ну, самое малое, учитывая, что на основу, конечно, ну, 50 тысяч за это. За сорт. И там вот 300 тысяч. Ну, тут-то захотят разоряться. А потом пусть 10-20 лет, и не надо никаких бумажек всяких приката. Вот. Приезжает представитель ничего. Вот это, да. Сейчас я говорю, ГДФ имели не называют. И говорит, «Дайте нам, мы все это испробуем, это проверим, вот я, представь себе, проверим. Это несколько лет ждать, когда у них должны точно такие же яблоки повяжать». Надеялись. И они потом с ней рассчитаются. А молодые девушки потом надо будет эти деньги? Или сейчас? И она ответила, как учил уже этот дом, 50 тысяч забирать. Этот развернулся и уехал. То есть, никто и, оказывается, крайне еще ехал, никто и платить ничего не собирался. Хотели просто, не то что надуть, но вспомним, я не зря привел пример Боднера. Не зря. Вспомним, как он сказал, еще раз появится, дальше слово. Вот. Так. Я их возьму грабли и отлуплю. Это почему? Они же не просто рассказали, дайте я ему вот это, бумажку дадим. Они ему несколько раз приезжали, не столько лапши подрежали. Он, правда, поверил. Поняли, да? И потом еще одно. Почему я ей говорил, деньги сразу? Они могли, допустим, убедить ее, например. И вот они, эти щенки, привезли в Челябинск. Так. Точный адрес есть, но в Челябинск. Опять не буду говорить, потому что я говорю в горькие слова. Загубили бы, ни черта бы у них не получилось. Ни черта. Они элементарно выращивать ничего не умеют. Я не преувеличиваю. Если я вижу саженцы их, эти уроды, настоящие уроды, они что, для себя другие выращивают, чтобы. Вот так вот. А теперь смотри ты, как произошло разделение на наших и чужих с этим самым, с директором ГСО, с Шушенским я дружу, Галюм Николаевны, Байковой, с этим самым, последнюю должность заведующей кафедрой, ой, заведующей лабораторией. Простут полотом, я дружу. Вот. Я знаю, чтобы мне, знаете, хорошо отзываются в Красноярске, там же меня печатали. Вот. Я там не одну врага не дожил. А люди такие, типа Илья Александровна Савельевича, живут, здравствуют. Вот. А почему вот это вот противостояние? Вот давайте подумаем. Я с этим, допустим, по их мнению, я не сучу. Так, видите? Вот. Те, которые не выросли, не дал грекосы, говорят, что я не сучу. Ну, допустим, бывает, вот человек может ошибаться. Мне самое страшное, чего в Тимиренской академии не научили, вот это слово. Не стоит знать. Понимаете? Вот. Я не зря же вот с этого начал. Они же не задали, что вы, Эрик, научите это. Да мы любые деньги, да мы сейчас, да мы что, да это ждем. Да как же так? А у нас и не будет. А вот что-то показал же про это, фотографию, с Ленинградской области. Сейчас Выборга пришит. Я сейчас о том, что они не настоящие садоводы, они не настоящие ученые. Вот это слово. Все, они должны делиться вот так. Только слух прошел, слух. Понимаете? Слух прошел, и они должны сразу все бросать и этим заниматься. Только этим. я говорю от лица Латинкова, от лица Бондера, от лица Левицкого. Почему один я знаю, почему я должен наделать эти самые. А потому что никому никогда не приходило в голову изучить наследие садоводов-любителей. Смотрите. Смотрите, ребята. Я набрал как? Абрикос Бай-Левицкий. Он на том свете. Я должен его поклониться. От вашего имени поклонюсь. Полвебинара потеряю, а я разложу это назвать потеряю. Вот. Я железо придумал название Абрикос Бай-Левицкий. Я железо. Потому что в Саянногорске он просто Абрикос Левицкий. Он разошелся по сотенам садов. Я ни с какого боку. Это Бай-Завиский, из Дальнего Востока. Левицкий. Распространенный. Прижился. Здесь он, говорят, 50. Ему равных нету. И вот когда я это сделал, Бай-Левицкий, да, назвал, посмотрите, что сразу происходит. Ибо я набрал Бай-Левицкий. Абрикос царский. Ну, хорошо. Кто-то бы... Вот не было бы моей линейки. Вот это. Кто-то бы сказал, да, при чем тут Левицкий? Мало ли кто это фотографий. Может быть, вот это вот, вот этот сайт, вот он. Вот он, видите? Описание, свор, это все. Может быть, они и правда сфотографировали. Но подлость заключается в том, что это моя линейка. Вот. И не просто меня обворовали. Они и люди обворовывают. Люди задумывают, что они купят вот это. Они обворовывают и меня. Меня уже поздно обворовывать. Вот. 200 сайтов плодопитомников, интернет-магазин, украли мои фотографии. Вот отдашь их. И ладно бы один я украл. Десятки. Абрикос ливистского, недорого. А это фотография чего? Правильно. Это фотография Аины. Вот. Первая фотография, которая... То есть я могу, могу, на лицо ходить, что я вырастил, а это вегетативный тронетий, который у него нет на планете и быть не может. Понимаете? Вот. Я должен гордиться тем, что, получается, оно попадает в число с самых красивых фотографий раз я ворують, ворують, ворують. Только этим гордиться. Работаю на этих, на мошенников. Вот, пожалуйста, ливистского. Смотрим дальше. Абрикос ливистского, описание сорта. Но это не моя фотография. Я ли запнули ливистского. А я же почему? В свое время, когда я был на пике популярности, и когда я произносил, абрикос королевский. Королевский это не царский, это чистая франция. Вот, ливистский это бай. Вот, вот так рассказывал. И много-много чего еще. И вот так получается, прилипло, прилипло. Абрикос бай ливистский. Моя фотография. Вот это моя. Это не моя фотография. Вот. Ну, он входит в число вот этих вот. Абрикос ливистский. Опять вот, вот эти. На фотографии здесь, здесь написано. Абрикос ливистского. Опять вранье. Ой-ой-ой. Ну, шалах это шалах. Это Украина. Кстати, на шалах похож. Вот. И редкий случай. Один сотник, когда я не могу придаться. Чистый шалах. Да, это же так. Вот. Круглевский сувенир. Да, да, да. Вполне возможно. Ладно. Про это ничего сказать не было. Не могу я все знать. Абрикос ливистского. Описание сорта. А откуда ты взял его ливистского-то? Ты только название присвоил. Так нет? Абрикос сорта бай. Ну, он проходит так же на бай, как я на королеву Андрея. Вот. Все равно обманывает. Только здесь получится, нет? Идти изображение в Янтексе. Красиво, наверное? Красиво. Давайте посмотрим. Если она одна или несколько, значит, может быть, и правда, у них есть такое, такое дерево. Вот. Опа. Не туда. Все, 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 все. Натем изображение в Янтексе. Ах, как удобно устроились. Не открывается изображение. Жалко. Идем дальше. Еще парочку посмотрим. Вот. Мелитопольский ранний. Похож, кстати. Похож. Это одна из самых обсоцененных в мире фотографий. Вот. Ябрикос-академик. Только в Москве его нет. У писательства в Москве. Чистейшее вранье. А потому что эту фотографию использовали порядка 150-200. Первый. В том числе и вот эта. Которая якобы в Москве. Это и так, к слову. Учеба же. Правильно? Вот. Красные чуваки. Похож, правда? Вот. Фаина. Вот. Написали Фаина. Она же раскручена. Понимаете? А на самом деле это бывший академик. Вот только то я назвал крупный плод и жилист. Это моя беседка. Можно убедиться. Кто здесь бывал. Это моя ведро. Вот. И назвали Фаиной. Только она их Фаине отошения не имеет. Вот это вот есть в нашей жизни. Поняли, да? персиковый. И может быть персиковый. Вот. Ну тут уж все проще. Абрикосы, Железова. Вот это пистолики. Абрикосы, Железова. Все. Достаточно. Вот так вот мы и живем. Я пытался вас, чтобы поменьше было лжи. Вот. Сейчас прошу прощения. Прошу расставаться с деньгами. Итак, мы с вами на чем остановились? О том, что не стоит знать. А мы с вами будем знать, потому что иначе нас обуют. Обуют и оденут. И это самое. Только мы после этого без штанов останемся. Помните, я показывал фотографию, где стоял с голой задницей, с книги, с обложки. Где стоял с голой задницей, спиной. Да? Вот. Я такую аналогию провел. Это садомодство такое с голой задницей. Ученых на них нельзя сильно сердиться. Вот. Ну, знаете, все-таки есть какой-то предел. Предел. Вот так вот написать. Я кандидат. Всех с умным видом несет чушь. Он металлур. Вот. Да, вот сколько миллионов я в стране принес. В случае, изобретатель города Норильска. Вот. А про то, что годится ли, поможет ли металлург Садонусу, мы еще подумаем. Садонусу... Садонусу... Продолжение следует...